Удобное место расположения и невысокие цены. Стихийный рынок у платформы Красногорская, похоже, не пугает покупателей, а должен бы. То, что это у дороги, то, что оттуда все летит, дорога интенсивная, это, конечно, плохо. Безопасность товара – отдельный вопрос. За него ответственности никто не несет, ведь точка продажи фруктов и овощей незаконная. Это доказывает элементарная проверка. Разрешения на реализацию товара у продавца нет. Он и сам в Красногорске нелегально. При проверке лица, который осуществлял торговлю, выяснилось, что она находится на территории Красногорского района России незаконно. Является иностранным гражданином и, соответственно, будут составлены еще протоколы по линии миграционного законодательства. В ходе рейда у платформы Красногорская нелегальную точку продажи закрывают. Товар идет под опись и будет отправлено на ответственное хранение до решения суда. Оно выносится, как правило, в течение трех-четырех дней. Продавцу был выписан штраф в пять тысяч рублей. Такие рейды будут проводиться в течение, будем так говорить, всего сезона. Оформление будет, естественно, законодательством. Ждем тех мест, обязательно, информация от граждан. Если у вас возникли вопросы по поводу продажи некачественного товара, если вам не предоставляют какие-либо, сертификаты на товары и с мест, непосредственно будем выезжать и реагировать. Еще одна точка продажи на улице Комсомольской у 49-го дома также была закрыта в ходе этого рейда. Торговля фруктами сладка – сезонный бизнес, который редко бывает законным. Разрешение сейчас не дается, уличной торговли нет. Мы здесь не воруем, оружие не продаем, наркотик не продаем. У нас тоже дети есть, мы деньги зарабатываем, их кормим. Несостоятельные оправдания в расчет не принимаются, все должно быть по закону. Товар с этого лотка также отправится на склад. Выявлена очередная точка несанкционированной торговли, но опять же будут составлены протоколы, штраф 5 тысяч рублей. Совместные рейды административной комиссии, полиции и отделы потребительского рынка проходят каждый день. В случае сомнений в законности уличной торговой точки проверяющие предлагают жителям звонить в службу 112. Правоохранители обещают реагировать на каждый вызов.